И сейчас пришло время нашей постоянной рубрики «Я. История». Сегодня в кадре Митрополитчий Палаты. Это двухэтажный особняк на Волгской набережной, без сомнения, является жемчужиной Золотого Кольца России и одним из символов Древнего Ярославля. Митрополитчий Палаты ведут свою историю с 80-х годов 17-го столетия и были возведены в рубленом городе на месте сгоревших хором городских воевод, как парадная резиденция митрополита Ростовского и Ярославского Иона Сысоевича, оставившего яркий след на Ярославской земле. Созвонница Успенского собора в Ростовском Кремле до сих пор радует знатоков колокольных звонов знаменитой Сысой весом в 2000 пудов. Этот исполин назван в честь владыки Сысоя, отдавшего немало усилий строительству храмов и литью колоколов. На своем дворишке лью колоколишки и девиц людишки. Эти слова исследователи приписывают самому митрополиту. Знаменитые ростовские звоны – его детище. В 1664 году, когда патриарх Никон находился в Апале, Иона Сысоевич стал местоблюстителем Патриаршего престола. Интересный факт. Только благодаря большевику и первому советскому наркому просвещения Анатолию Луначарскому удалось сохранить уникальную ростовскую звонницу со всеми колоколами. Когда атеисты-фанатики грабили и взрывали церкви, Анатолий Васильевич только своим авторитетом пресек разгром ростовских святынь. Указав на колокола, старый революционер произнес. «Рубите руки тому, кто посягнет на целость их». Перечить другу и соратнику Ленина никто не посмел. Первоначально митрополичьи палаты представляли собой двухэтажную каменную усадьбу, обнесенную оградой, два флигеля, хозяйственные постройки и домовую церковь Леонтия Ростовского. При Петре Великом в палатах собиралась местная знать и священники, недовольные реформами царя. Любила здесь останавливаться и матушка Екатерина, которая восхищалась панорамой Волги и красотой города. В конце 18-го столетия в митрополичьих палатах, правда, недолго, жил ярославский наместник и первый губернатор Алексей Петрович Мельгунов. Но старый особняк ветшал и в конце концов пришел в негодность. В конце столетия его передали духовенству. В 19-м веке ограда, Леонтьевская церковь и флигели были разобраны, а главное здание в 1830-м перестроено. Во время белогвардейского мятежа митрополичьи и палаты серьезно пострадали от артиллерии красногвардейцев. Тем не менее, власти решили сохранить памятник древнерусской архитектуры. И в 20-х годах прошлого столетия по проекту архитектора Барановского митрополичьим палатам был возвращен прежний облик. Субтитры создавал DimaTorzok